Многие жители нашего города любят это место за его особую атмосферу и гениальные постановки мировой классики. Но знаете ли вы об истории драм-театра, культурно-просветительская деятельность которого начинается с рабочего театра в городе Харьков? Украинский рабочий театр был создан в 1927 году в городе Харьков. Тогда основы его труппы составляли актеры нескольких ведущих театров города. По инициативе Народного комиссариата Украины в 1933 году творческий коллектив был переведен в Сталина. Открытие первого сезона на новом месте состоялось 7 ноября того же года премьерой драмы Ивана Микитенко «Бастилия Божьей Матери». С годами, приобретая бесценный опыт и любовь зрителей, театр стал лучшим в нашем регионе. Однако, если первое десятилетие творческого пути выдалось насыщенное гастрольными поездками не только по Донбассу, но и по ближнему зарубежью, то же в 1941 году деятельность актерского состава прервали боевые действия, развернувшиеся на просторах нашего края. Тогда одна часть коллектива была эвакуирована, а другая добровольно ушла на фронт. 11 октября 1941 года был показан первый спектакль, вновь созданного Театром музыкальной комедии и драмы имени товарища Артема. В начале 1944 года, после освобождения Донбасса, ранее эвакуированные актеры Горловского и других театров вернулись в родной город. По их возвращению был окончательно сформирован творческий состав Сталинского государственного украинского музыкально-драматического театра имени товарища Артема. Долгое время, не имея собственного здания, труппа вынуждена была располагаться в здании Донецкого музыкального театра, ныне Донецкий театр оперы и балеты имени Анатолия Соловьяненко. И лишь в 1961 году у артистов появилось собственное здание, которое выполнили в виде древнегреческого храма. Изначально на нем планировали установить фронтонную фигуру, однако из-за постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1955 года об устранении излишеств в проектировании и строительстве от нее отказались. Но во время реконструкции 14 марта 2005 года фигуру все же установили. Ей стала муза-трагедия Мельпомена из древнегреческой мифологии. Высота скульптуры, изготовленной из бронзы, составляет 3,5 метра, а вес – около тонны. Тогда же была создана так называемая площадка для творческих поисков, именуемая «Малой сценой». Всего в здании театра расположено 5 рабочих площадок. Основная, она же большая, малая, экспериментальные сцены, театральная гостиная и красный зал. Примечательно, что в период проведения реконструкции работа артистов не прерывалась. Так и сегодня театр продолжает радовать зрителей все новыми и новыми, порой экспериментальными, порой из мировой классики постановками. 28 сентября 2001 года за значительный вклад в развитие театрального искусства Донецкому драмтеатру был присвоен статус академического. С вами была Алина Черняева. До новых встреч, но уже на новом месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова